Всем привет! Сегодня история от подписчицы. Сейчас я зачитаю письмо, дам комментарии и вы свои советы тоже. Решила поделиться с вами историей с турком, которая произошла со мной несколько лет назад и о том, как я, собственно, нашла ваш и Катин канал о Турции. Вот единственное то, чему я благодарна этому парню. Итак, началось все после моего развода. Я была в браке 9 лет. Никаких мужчин, кроме моего мужа, я не знала. А тут предательство и развод. Ну и решила я скачать приложение для знакомств чисто от скуки, потому что ничего серьезного я не ожидала. Каких-то желаний найти кого-то у меня тоже особо не было. И вот получилось так, что нежданно-негаданно лайкнула турка, а он меня. И мы совпали. Начал писать мне он первым, потом общение. Перешло наше в WhatsApp. Красивый, умный, чуть старше меня. Тогда было мне 32 года. Живет он в Измире, работает в банке. Сказал, что живет он с бабушкой, родителями. Начал красиво обещать всякие фотографии с яхт, морей присылать, поездок, что все это ждет и меня. Поначалу я посмеялась, конечно, подумала, ну, ну, конечно. Но он был так настойчив. Несколько месяцев писал каждое утро, каждый вечер, добрые какие-то слова, доброе утро, красавица, прочие какие-то приятности. Общались мы на английском, у меня продвинутый уровень, да и он делал незначительные там ошибки. И в целом гугл-переводчик мне помогал иногда. Интересно, что общаться он мог только в определенное время, график работы такой, и типа он не может днем отвечать на звонки. Однажды мне понадобилась помощь по банковским вопросам, и так как он работает в банке, я попросила его ответить мне как-то там официально. Это было не время для нашего обычного общения. И потом были видеозвонки, он мне показал Измир, свою квартиру, всякое такое прочее, но встретиться не звал и никакой конкретики не предлагал. Потом мы с подругой решили встретить Новый год в 2018 году в Стамбуле. Я сообщила ему, он обрадовался, сказал, что забронирует ресторан на новогоднюю ночь с видом на мост Босфор, приедет с другом, прочие обещания, красивая жизнь. В целом общение уже стало теплее, я в каких-то фантазиях своих жила, и я уже жила своими фантазиями в Измире, хотя о Турции я никогда особо-то и не мечтала, просто смотрела ваши каналы, черпая информацию. И это мне и помогло в итоге. Мы прилетели в Стамбул, и до этого за пару дней я сдалась, и на его I love you я написала, я тоже. И все, 31 декабря мы прилетели, заселились, мой турок написал, что с работы не вышло у него отпроситься, он не сможет прилететь. Написал мне, покупай билет, лети в Измир, чего я, естественно, конечно же делать не стала. Написала, ты хочешь меня увидеть, ты и покупай билет, и организовывай все. А в ответ ничего. Я расстроилась очень, потом увидела в инстаграме его фото, видео, он отмечал тот год в Греции, и, видимо, он даже ничего не бронировал, и в планы его мы вообще не входили. В итоге Новый год все равно мы отлично встретили в Стамбуле с подругой, Стамбул прекрасен, и эти несколько дней мы провели без каких-то мужчин, но очень хорошо. Потом он мне написал, как ни в чем не бывало, но я не стала отвечать, заблокировала его везде, и просто у меня отболело. Прошло. Вот вспомнила и подумала, а что это такое было? Может, совет есть какие-то или комментарии на эту тему? Я ума не приложу, зачем и что он имел с этого, потому что столько времени зря потрачено, и он в итоге даже не встретился. Просто от скуки общался, вот так? Спасибо, было бы интересно услышать ваше мнение и мнение читателей. Спасибо вашему каналу и вам. Ну, да, от скуки. Мне кажется, просто вы наткнулись, вы как здоровый психикой человек, вы конкретику любите, предостерегаете себя в чем-то. Конечно, наши видео здесь блогеров помогают вам, это плюс, вот для чего мы, собственно, свои видео снимаем. У вас была информация примерно, там, как-то что-то должно протекать, как могут развиваться отношения, менталитет и так далее. В общем, вы довольно-таки осторожно и правильно себя вели. Но мужчина, скорее всего, вам попался, который настолько в себе, я про таких рассказывала, настолько в себе не уверен, настолько себя не любит, что он ведет образ определенный в социальных сетях, в интернете, знакомится с девушками, общается, играет в отношения, в любовь. Сам, может быть, даже в это верит, но я вам говорила про таких, до реальной встречи у таких очень многих не доходит. Это страхи. Он настолько себя не любит, в себе не уверен и настолько им управляют страхи, он обслуживает свои страхи, что он никогда не пойдет навстречу реальную в жизни. Даже обманывая вас, что вы приехали, по сути, встречать там Новый год, опираясь на него, хорошо хоть с подругой поехали, да, вас там окончательно так не кинули, что вот так. Я думаю, что просто он очень хорошо, хороший, скажем так, актер, любит во все это играть. Он сам в это верил. А для чего и зачем? Он просто кайфовал от самого процесса, от иллюзии отношений, от иллюзии, что он такой мачо, что он вам там яхты, море, жизнь в Измире, скажем так, обещает. А на самом деле ничего этого у него нет. Он живет с бабушкой, не забудьте, в Измире с бабушкой. Взрослый чувак. Вам тогда 32 было, где-то ваш ровесник. И один не женат, живет с друзьями, там общается, тусуется в банке, окей, но живет с бабушкой, алло, это довольно-таки странно. То есть это определенный образ, который он хочет поддерживать, быть в интернете тем, кем он не является в реальной жизни. И для чего так люди себя ведут, и женщины, в том числе и мужчины, они просто кайфуют от иллюзии отношений, от самого процесса, потому что в реальной жизни отношений у них нет и не может быть из-за их страхов. Вот и все. И таких, знаете, очень много же в инстаграме, в социальных сетях, как вы общаетесь, в инстаграме, в основном люди создают фальшивую жизнь, фальшивый образ. И мужчины, и женщины, они себя фотошопят, улучшают такими, какими они в реальной жизни могут не являться. Это не только изъяны внешности, какие-то, там, не знаю, прыщи, морщины, лишние, там, бока, килограмм, жиры и так далее. Это же с фотошопа, у пацанов, знаете, да, с фотошопа у чужой крутой тачки, типа, моя, закинул в интернет, да, в инстаграм или там в соцсети какие-то, пусть думают, когда-то вдруг это моя тачка, да, произведение впечатления фальшивого, фальшивая жизнь. И, к сожалению, таких людей очень много, и они, знаете, становятся, они заложники своих страхов, своих проблем, психики своей. Но на самом деле они также заложники друг друга, они видят образцовые идеальные семьи. Это мамочек, да, с детьми касается, которые потом начинают дома в семье свои мужей грызть детей своих, сделать идеальными и так далее, страдать от того, что у всех все хорошо, у меня не идеально, а все плохо. Или идеальная жизнь, идеальная фигура, и, там, не знаю, идеальные дорогие какие-то курорты и все такое прочее. А этого в реальной жизни нет. Я вам, знаете, хочу, кто, может быть, себя в этом ощущает, сейчас о себе услышал, я вам хочу сказать, что те идеальные, заложниками которых вы являетесь в соцсетях в жизни, они не идеальны. Они такие же фальшивки, которыми хотите казаться вы на их фоне. На самом деле они не такие. И они тоже страдают от своих проблем, своих расстройств психики и личности, скорее всего. И им хочется создавать, не хочется улучшать себя. На самом деле они готовы создать образ идеального я, но в реальности они ему не соответствуют. Это ужасная проблема нашего 21 века, социальных сетей. И сейчас идет, ну, последние несколько месяцев, полгода такая тема, да, типа принятие себя, no filters, да, без фильтра всякие, реальные фотографии, реальная жизнь. Вот до чего мы дожили с вами, что нам уже нужно напоминать, что фотографии можно не фильтровать, не улучшать, не затирать и так далее, показывать себя реальными. Настолько все фальшивое в соцсетях и в институте в частности. Так что я вам сразу говорю, что вы видите в соцсетях, в блогерах и так далее, 90% в их красоте, в фигурах и так далее этого нет. Это просто удачно правильно поставленные фотографии, хороший фейстюм там и так далее. Но на самом деле этого может не быть. И также, когда позиционируют хорошие отношения семейные, вспомните историю с Самойловой. Когда муж гуляет, тусуется, это уже в соцсети всем все известно, фотографируют, доказывают, это уже знают каждый. Но она продолжает уверять, что это не так. Или там его наркотическая какая-то зависимость, такой образ жизни. Но в инстаграме ее это выглядело, этого ничего нет. Потому что человек сам решает, что показывать, а что нет. Так что не ведитесь на это. И чтобы вам было спокойнее, мы все не без греха. У всех есть какие-то проблемы. Каждый хочет казаться лучше, чем есть. Но самое классное, и чем можно гордиться, когда даже если ты создал вот этот образ идеального себя, фальшивый в соцсетях, ты себя внутри меняешь и идешь к этому идеальному образу, при этом улучшая себя реального. Вот это и есть работа над собой, к которой нужно стремиться. Которую работа, которую боится вот этот герой из Турок, из рассказа, который вы написали, что с вами произошло. Это его проблема. Он себя не хочет улучшать. Он обслуживает свои страхи, в них живет. Я вам всем желаю не поддаваться своим страхам. Как мы можем бороться со страхом? Смотреть ему в глаза. И не бояться, потому что все страхи в нашей голове. То есть страх это часть меня. Я же сильнее, я могу преодолеть. Я смотрю своему страху в лицо и в глаза. И мне не страшно от этого, потому что я знаю, что страх этот мне никак не навредит. Это часть меня, просто та часть, с которой силой воли, своему разуму я могу преодолеть. Так что пишите свои комментарии, что думаете на эту тему. Встречались ли вы с такими мужчинами отношения? Вы с таким, блин, может быть, являетесь таким человеком, который живет в образе вот этом идеальном, но, к сожалению, фальшивом. Я за то, чтобы вы были такими, какими есть, даже не идеальными, где-то некрасивыми, но родными и близкими. И не фальшивыми и холодными. Жду ваших комментариев. Поставьте лайк этому видео, если оно вам очень понравилось, будет приятно. Я оставляю почту для ваших анонимных историй или записи на психологические консультации ко мне. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока. Продолжение следует.